Здравствуйте! Это программа День Города в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Строительство не заканчивается. Дольщики многоэтажки на Баженово перенесут свое новоселье. Установили, но не включили, будет ли работать светофор на перекрестке улиц Черновицкой и Гоголя. Город завалила снегом. Прогулка по рязанским улицам и поиск самого чистого места. Служба 02. На торжественной церемонии награждения победителей конкурса журналистских материалов о сотрудниках рязанской полиции наградили журналиста телекомпании «Город». Строительство снова затягивается. Дольщиков многоэтажки на улице Баженово попросили еще подождать новоселье. Люди, купившие квартиру уже год, не могут отметить новоселье. Ситуация еще хуже у тех, кто должен получить жилье взамен аварийного. Они оказались фактически на улице без прописки. Они пришли посмотреть, как строится их дом, а увидели брошенную технику и занесенные снегом стройматериалы. Срок сдачи многоэтажки, который давно должен быть присвоен адрес Баженово 34, откладывается еще как минимум на полгода. Сергей в сентябре 2017 года заключил договор долевого участия с иншстроем. Он решил приобрести однушку на четвертом этаже и взял ипотеку. Думал, скоро отпраздновать новоселье. Дом сдать обещали в декабре 2017. Квартиру я взял в ипотеку, живу пока у родителей, вот в этом доме. То есть смысл-то было взять в иншстрою, потому что дом рядом. Но пока, как говорится, это все очень грустно и очень печально, потому что все очень затягивается. А, как говорится, платишь за квартиру, в которой не живешь, это тоже очень, как говорится, неинтересно. Потому что, грубо говоря, ты уже себя на 15 лет ввел в долговые обязательства перед сбером, а толку нет. Таких дольщиков, как Сергей, больше ста. От действий застройщика иншстроя пострадали и люди, которые должны были получить квартиры по программе переселения из аварийного фонда. Гелена дала согласие на снос дома, потому что он мешал стройке. Нужен был проезд для транспорта к будущей многоэтажке. Думала, через полгода отпраздновать новоселье. В итоге осталось и без жилья, и без прописки. Если они знали, что они не смогут это сделать, тогда не надо было нас ломать. Я им предлагала, дайте нам квартиру на Победе. У них там строился дом. У нас нету. Но они с нами должны как-то говорить, общаться. Как это так? Я с ней разговаривала, 6-го, с Майлатовой. Да, у меня нет денег. Я говорю, а нам от этого не легче. Компания иншстроя в феврале 2014 года заключила договор на развитие территории на улице Баженова, но обязательства выполнять не спешит. Год назад здесь были проблемы с невыплатой заработной платы строителям. С января месяца у нас нет получки. Тоже нам выдали аванс в январе, если не ошибаюсь, за февраль. Больше ничего не выдали. Человек был в отпуске, отпуск не получил. Меня в отпуск отправили, тоже отпускных нет. Вот сидим без денег. Тогда руководство фирмы обещало, что долги перед рабочими закроют. Прошел год и снова те же проблемы. Дольщики уже написали письмо губернатору, обращение в прокуратуру и сходили снова к директору иншстроя. Пока результатов нет. Мы наблюдаем, что в этом доме остановилась фактически стройка. Вот только сегодня, я не знаю по какой причине, то ли предупредили их, то ли так было запланировано. Но тем не менее, мы наблюдали въезд и выезд легковых машин двух. И приехал бычок с какими-то рабочими. Они что-то оттуда взяли. По факту сейчас на стройке ни внешней, ни внутренней работы не ведутся. В доме не подведен газ, нет электричества, отоплений, незаконченной отделочной работы. А самое страшное, что на сайте застройщика до сих пор висит информация о продаже квартир в этом доме. Указан даже срок его сдачи – июль 2019-го. Дозвониться до руководства, чтобы получить комментарий. Не по одному из указанных номеров нам не удалось, но мы будем следить за развитием событий. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Зима набирает обороты. Проехать по улицам города с каждым днем становится все сложнее. Осадки не прекращаются. Рязанцы говорят, что передвигаться сложно как по дорогам, так и по тротуарам. Так ли это на самом деле – узнаете в нашем следующем сюжете. Большие снежные сугробы и слякоть – все это, к сожалению, стало печальной действительностью на дорогах к городу. Водителям же приходится со всем этим только мириться. Они проезжают мимо обочин дорог, где слой снега достигает десятки сантиметров. А на платных парковках водители лавируют не только между машин, но и с укробов. Местных жителей качество уборки улиц не устраивает. Вы довольны уборкой снега в городе? Не очень. Почему? Ну, так уж не убирает. Не везде. Вот между двором вообще не чистит. По колену снег и вода, и не поймешь, что. Его надо, конечно, каждый день, минимум по два раза надо убирать. Потому что и ледяная, и ногу может перевернуть, может упасть. Очень опасная вот сейчас погода. Очень опасная. Ну, не до конца. Ну, кроме наш лак у нас плохо убирают. Так что не очень, если честно. А как вы считаете, где самое чистое место в городе? Ну, центральная улица, более-менее, так скажем. Не очень. А почему? Шоссейные дороги большие вот, еще очень заснеженные. И около остановок очень много воды. Тяжело людям переходить, особенно в пожилым. Как вы считаете, где самое чистое место в городе? Площадь Ленина. Самым чистым местом они назвали центральные улицы. Площадь Ленина победила единогласно. Но в прогулке по городу можно заметить и другое убранное место. Это дороги около администрации города и правительства области. Снег здесь найти сложнее. Да и те же платные парковки выглядят куда приятнее. Чего не скажешь об остальном городе. А тем более о его периферии. И о ЧП, связанных с большим количеством осадков. Такого снегопада не выдержал и забор. По предварительной версии он упал именно из-за снега. А сейчас он мирно покоится на земле. Местные жители рассказали, что снегоуборочных машин они за целый день практически не видели. А горы снега так и лежат на дороге. Понятно, что платные парковки очистили от осадков сложно. Автомобили постоянно сменяют друг друга. Вот только делить свое место на платные парковки со снежными сугробами не так уж и здорово. В чем сложности с очисткой дорожного полотна местные жители понять не могут. Но они продолжают надеяться, что в скором времени количество снега заметно уменьшится. Ведь с каждым днем таких осадков будет становиться все больше и больше. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. Травматологи заявляют, начало зимы один из самых травмоопасных периодов. Получить ушиб, вывих или перелом проще простого. Как не заработать травму на трудуаре, расскажет Мария Рудая. Кто во что гораст. Это про то, как люди спасаются зимой от гололеда. Первый месяц зимы показал. Город не готов к снегопадам и оттепелям. Уборка если и проводится, то как-то выборочно. А между тем, капризы природы уже заявили о себе. Днем температура плюсовая, вечером и ночью мороз. По информации Рязанского гидрометцентра, на этой неделе гололеда не избежать. В первой половине недели на территории Рязанской области ожидается пасмурная, влажная и теплая погода. Связанная с выносом теплого воздуха до средневного моря. Осадки будут выпадать в виде снега, мокрого снега, а также моросе. Большая вероятность туманов, гололедных явлений. Температурный фон будет сглебаться около нуля. Для обладающей температуры воздуха ночью минус 4 плюс 1 градуса, днем минус 3 плюс 2. Каждый зимний день для Александра Лепешкина настоящая полоса препятствий. У молодого человека сложное заболевание, следствием которого стала дистрофия мышц. Добираясь на работу, Александр старается держать равновесие. Я хожу с тростью зимой, когда гололед, потому что она помогает, если что, где удержаться. И плюс, когда переходишь через сугробы, можно потерять равновесие и прочее. Это лишняя точка опоры, что не бывает лишней. Я купил на ноги, как я их называю, подковы. То есть это железные, грубо говоря, железные штыри, которые уменьшают трение подошвы со льдом. Рязанка Ольга Черкова с начала зимы упала уже два раза, поэтому пошла на крайние меры. Вот, видите, я вам могу показать. Накрутила шурупы, что еще можно делать. Во дворах очень плохо. Два раза я упал сама. Советов, как не стать жертвой скользкой дороги, великое множество. Кто-то наклеивает пластырь на подошву обуви, кто-то использует специальные приспособления, как Александр. Многие жители города советуют. Просто будьте внимательнее. Тогда любая погода будет в радость. Я хожу уверенно. Не падайте. Нет, не падаю. Палочкой вот этой. Больше никак. Падать с палочкой. Да. Скользко. Что делаете? Хожу аккуратней. Сейчас под ногами каша, которая застынет в ледяную массу буквально за несколько часов. И так всю неделю. Если бы снег чистили и вывозили вовремя, таких последствий удалось бы избежать. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Установили, а подключить забыли. На пешеходном переходе, на пересечении улиц Черновицкой и Гоголя, до сих пор не работает светофор. Для пешеходов особых проблем нет. Дорогой им уступают. А вот водителям приходится подчас стоять в пробках. На месте побывала Дина Ислеева. Установки светофора на перекрестке улиц Черновицкой и Гоголя ждали и пешеходы, и водители. Это единственная возможность спокойно перейти дорогу для одних и спасения от пробок для других. В итоге, летом этого года, светофор установили. Однако сейчас он не работает. Машины не останавливаются, едут. Вот и стоишь, ждешь. А сколько не работают уже? Да все время не работают. Я бы не включал ни разу. Лучше бы, чтобы светофор работал, конечно. Но его поставили, но он же не работает. А так, пока нам хорошо, машины всегда все уступают. Машинам плохо. Мы же идем беспрерывным потоком. Хорошо бы, если заработал. Хотя машины останавливаются. Ну, пусть светофор лучше. По неофициальной информации, установка светофора обошлась бюджету в 800 с лишним тысяч рублей. В эту сумму вошли монтаж, электроснабжение, лабораторные испытания и пуск, который до сих пор не состоялся. Днем еще здесь можно проехать, но в часы пик, когда люди возвращаются с работы, с промышленных предприятий. Здесь бывает огромная пробка. Это место очень оживленное. Здесь переходят дорогу жителя по пути на рынок или в магазины. Рядом остановка. В большинстве случаев водители останавливаются, чтобы их пропустить. Из-за этого возникают пробки. Но жители надеются, что рано или поздно светофор заработает. Дина Ислева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Новая социальная столовая открылась 10 декабря на улице Циолковского. Согласно информационной табличке, обслуживать столовую будет печально известная МУП «Детское питание». С меню познакомилась Мария Рудая. Очередь с улицы переместилась к прилавку. Еду в новую столовую доставили в больших бочках. В меню гороховый суп с тушенкой, гречка, колбаса, сырок, дружба, хлеб и чай. 77-летняя Мария Сосулина приходит питаться в социальную столовую довольно давно. Она признается, пенсии в 10 тысяч рублей едва хватает на самое необходимое. За квартиру 5 отдай и пожрать. Как следует не потрешь. Если по-доброму. Сыр дали, что нам еще надо? Клобасу дали. Ну что еще надо? Вот я взяла, но ничего, деньги не трачу. Еду здесь дают по талонам 5 штук на неделю. При этом можно приходить каждый день и использовать один талон, или же использовать все сразу и взять еду на неделю. Рязанцы используют и тот, и другой способ. Блюдами большинство посетителей социальной столовой довольны. Столовой чистой, хорошей, мне понравилось. И суп все, все хорошее. Суп гороховый. Да, все гороховый. Вкусно? Да, вкусно. А вот новым местом расположения довольны не все. По словам Ирины Тугушевой, в основном сюда приходят инвалиды. Она сама всю жизнь проработала на вредном производстве, теперь имеет вторую группу инвалидности. Сына женщина похоронила, поэтому питание в социальной столовой для нее серьезная поддержка. Но не всем по силам преодолеть пролет даже в несколько ступенек. Не каждый инвалид может спуститься в подвал. Люди разные все мы. Кто-то ходит нормально, а кто-то ходит с палочкой, кто-то трясется, кто-то. Это вот тоже очень большое дело. Вера Гаврилина приезжает каждый день из рощи уже три года. Инвалид второй группы получает пенсию меньше 9 тысяч рублей. Помочь ей некому женщину одиноко. Она скептически относится к тому, что столовую перенесли с улицы Радиозаводской. Там им нравилась и кухня, и место расположения. Плюсы у переноса столовой в новое здание все же есть. Она расположена рядом с несколькими остановками общественного транспорта. На улице Циолковского, дом 6. Мария Рудаев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». За прошедшую пятницу и выходные на дорогах Рязанской области зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 9 человек погибло и 20 получили травмы. В регионе произошло 105 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами Дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено почти 13 тысяч нарушений правил дорожного движения. Задержано 23 водителя в состоянии опьянения. В субботу 8 декабря произошло сразу два ДТП, в каждом из которых погибло 4 человека. По предварительной информации, в третьем часу ночи в Сасовском районе житель Пензенской области, находясь за рулем КИА, не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с легковым автомобилем «Тойота». В результате ДТП водитель и три пассажира «Тойота» погибли. Водитель и два пассажира «КИА» получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Несовершеннолетних среди погибших и пострадавших нет. В этот же день в 10 часов утра в районе села Крутицы житель Подмосковья столкнулся с большегрузом «Скания». В результате ДТП водитель и три пассажира легковушки погибли. Еще один пассажир был госпитализирован. По предварительным данным, причиной трагического ДТП мог стать выезд легкового автомобиля на полосу встречного движения. Вчера, 9 декабря, в 15 часов 15 минут в Рязани, вблизи дома 12В на улице Спортивной, 23-летняя Рязанка, управляя автомобилем «Лада Приора», по предварительным данным, не справилась с рулевым управлением и совершила столкновение с автомобилем «Ниссан» под управлением 28-летней девушки. В результате ДТП 44-летняя пассажирка автомобиля «Лады» обращалась за медицинской помощью. По факту происшествия проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. 9 декабря, в 6 часов вечера, 26-летний житель Рязани совершил наезд на двух пешеходов. По предварительной информации, дорогу они решили перейти в неположенном месте. В результате ДТП пешеходы, доставленные в больницу, пассажирка автомобиля обращалась за медицинской помощью. По факту всех происшествий проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. В Рязани задержали мужчину, который подозревается в вымогательстве крупной суммы денег под угрозой насилия у предпринимателя. Об этом сообщила пресс-служба регионального ОМВД. По предварительной информации, 28-летний Рязанец занял у своего приятеля миллион рублей на развитие бизнеса. Вот только выплату он просрочил. После этого незнакомец позвонил предпринимателю и потребовал деньги вернуть. Рязанец сразу же обратился в полицию. Делом занялись сотрудники ОМВД. В ходе силовой операции сотрудники СОБР, управления Росгвардии Паризанской области задержали вымогателя при передаче части требуемых средств. 100 тысяч рублей. Денежные средства изъяты. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Служба 02 состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса журналистских материалов о сотрудниках рязанской полиции. Награждение победителей конкурса службы 02 провели начальник ОМВД России по Рязанской области Сергей Лебедев и председатель регионального отделения Союза журналистов России Галина Зайцева. Рязанским журналистам, ставшим победителями конкурса материалов о рязанской полиции, устроили экскурсию по университету МВД. Показали тир, где готовят кадры для МВД. В этот раз экзамены сдавали полковники региональных отделов. Результаты у всех отличные. Дальше прогулка по территории, фото на память и экскурсия в музей вуза. Часть этих предметов создана нами по старым образцам. Часть является подлинными, например, шашками городового, которые вы видите. Журналистам показали, как оснащено учебное заведение образца оружия, стоящего на вооружении полиции. Начальник ОМВД России по Рязанской области Сергей Лебедев поблагодарил представителей СМИ за участие в конкурсе и отметил, в год 300-летия российской полиции возрос уровень взаимодействия ОМВД и средств массовой информации в вопросах обеспечения безопасности, профилактики правонарушений, повышения авторитета органов внутренних дел. Взаимодействие со средствами массовой информации у нас не только не слабо, но и укрепимость. Это способствует проводимый конкурс службу 02. Всего на конкурс поступило более 70 интересных ярких работ. 17 из них признаны лучшими. В том числе отмечена работа корреспондента телекомпании «Город» Валерия Седова. Он получил диплом и памятный подарок за освещение чемпионата МВД России по автомобильному многоборью. Дина Ислева, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиру в новом жилом комплексе «Полянка». Недалеко от Рязани в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 27-55-55. Телефон 27-55-55. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok